Привет всем! Неимоверно крутой канал Виклинг! Сокровища, бриллианты, сенсации, платина, клады! Смотри немеренно крутое видео! Не вздумай переключаться! В старый день в лесу голос немножечко сел, подзаболели. Экстрасенс сказал, с леса не выезжайте, пока здесь не будет золота. Поэтому не переключаемся. Будет реально супер круто! Сейчас поймали первый сигнал. Вы его слышите, я надеюсь, ребятушки? Не знаю, что это. Может быть ли такое, что прямо сейчас первую яму мы вытащим золото? Как вы думаете, ребятушки, давайте пишем нам? Неужели это возможно? Так, ну что? Итак, как всегда, первый коп и сразу золотишко. Да, ребятушки, погнали! Виклинг прет вперед! Смотрим! Ну не томи сигнальчик! Ребята, это реально может быть золото! Аж не верится, что сейчас вы это увидите все в прямом эфире! От нашего неимоверного крутейшего поискового канала! Смотрим! Ну! Тут что-то уже есть у нас! Ну что, ребятушки, что-то есть! Ну что, неужели золотишко, а? Ну! Ну! Вот здесь, ребятушки, оно лежит! Ну! Так, так, так! Ну, ребятушки, давайте поперли! Сейчас оно будет! Сейчас, ребята, будет золото! Ну, давай, не томи ты уже! Ну! Ну! Вот так, ребята, смотрите! Ну! Первые копы, сразу золотая монета! Как же охота вам золотишко! Так, здесь! А, вот это! Что это? Вот это! Нет, это нет! Я думал, что это оно, нет! Это кора была! Ну что, ребятушки, сейчас проверим! Кора фонила! Сейчас проверим наше золотишко! А, монета! Так, какая? Ходячка! Ходячка! Ну, ребята, это не золото, но все равно забираем! Не переключаемся прямо дальше! Вот это хороший знак! Десять копеек! Да! Какого года? Одна тысяча... Нет, двухтысячный! Двухтысячный! Да, двухтысячный! Кстати, как-то старые следопыты мне говорили, что если монету... Закапываем, ребята, ямочки, самое главное! Находишь сразу, то это к золоту! И прямо дальше за золотом! Не переключаемся в Викринг! Ну что, ребятушки, послушайте этот звон! Берем золотишко, я надеюсь! Поперли, смотрим, что же у нас тут! Видите, ребята, серьезный копот! Ежедневная, ежеминутная, ежесекундная серьезная работа! Да, ребятушки, смотрите, вот так вот берешь и ищешь это золотишко! Сейчас посмотрим, оно уже начинает меня томить! Так, охота вам его показать! Выкопали! Выкопали, есть? Да, вот тут! Сейчас, ребятушки, вам покажем! А вот! Самая тяжелая работа оператора, ребятушки! Так, ребятушки, есть гильза! Вижу, здесь троечка написана! Похоже очень на Первую мировую войну! Ух ты! Да, ребятушки, вот такой супер крутейший артефакт! Канал Виклинг, никакого фуфла! Реально крутейшие находки! Золото, серебро, бриллианты! Ну и, конечно же, вот такие супер гильзы разбойников, которые промышляли в этом глухом лесу! А вот и этот глухой лес крупным планом! Ну что, ребятушки, прем дальше! Прем дальше! Ребята, когда вот так идет звон такой, слышите его? Завораживает! И ты понимаешь, что, скорее всего, это золото! Поэтому предлагаю вам первыми увидеть, что же это за артефакт! Погнали, поперли! Что же это за золотишко? Под таким огромным пнем, смотрите, ребятушки, лежал этот артефакт! Это, конечно, будет какая-то реальная сенсация! Честно говоря, да, может что-то стоит! Глянь, под этим, под деревом что спрятали! Да, ребятушки, это вам не трусы в шубу заправлять! Да, это точно! Прям, да, под этим получается! Или дерево упало, перегнило! Может быть, очень старинное, да? Что-то могло спрятать это дерево! А может быть, под ним кто-то спрятал в этих корнях вековых! Это лет 300 может быть, да? Да, ребята, это сейчас будет! Что же тут? Тут был старинный тракт! Ну! Ну! Так! Есть! Нет, нет, нет! Нет, да? Нет, здесь, да! Не пойму, или не докопали, или в этом кусочке? Сейчас проверим! Не докопали, не докопали, ребятушки! Не докопали! Кстати, там тоже что-то лежит! Так, ну вот сейчас докопаем здесь! И потом хорошенечко зашурфим! Смотри, какой камень выкопался! Опа! Кремень называется! Так это острый? Нет! Ребятушки, это кремень такой крутой! Заготовка! Похоже, первобытный человек здесь кого-то кушал! И вот так вот! Видите, почему он такой острый? Кожу снимали! Мясо разделывали! Специально заготовка! Да, с заготовкой такой нуклеусик! Неплохой! Так, ну и вы слышите этот сигнал! Сейчас посмотрим, что тут у нас лежит! Можете подходить ближе! Вижу какую-то тарелку разбитую! Вот какие-то фрагменты тарелки! Сейчас разламываем напополам! Смотрим, что же у нас тут! В этом куске пробка! Пробка! Да, ребятушки, к сожалению, пробка! Хоть старинная! Сейчас посмотрим! Очень старинная пробка! Забираем и прем дальше! А, Петрович, ты говорил, там рядом еще какой-то сигнальчик! Ты знаешь, давай пробки оставим другим копателям немеренно крутым! Начинающим! Да! А мы едем дальше! Да! Ну что, ребятушки! Супер день сегодня! Мы долго искали эту узкоколейную полосу! Наконец-то мы на нее добрели до нее! Здесь многие зажиточные дворяне, графы, да такие серьезные столбовые буржуи с награбленным пытались скрыться за границу по этой узкоколеечке! Бандиты и разбойники, регулярные армии, все они старались взять под контроль эту небольшую веточку, по которой ходили эти супер крутейшие небольшие паровозики! И что вы думаете? Почему мы вот уже так долго методично работаем по этой узкоколейной полосе? Потому что здесь мы знаем, есть золото и бриллианты! Поэтому давайте не переключаемся! Сенсации только начинаются! Ну что, ребята, что-то есть! Наконец-то пошел сигнальчик! Такой хорошо поющий! Надеюсь, что будет золото! Как всегда, вы же знаете! Как всегда! Золото! Глянь, какой песочек! Ммм, песня! Да, сохран будет классный тут в песке! В таком песочке... Сохран, ребятушки, как всегда! Вы же знаете! Сохран гарантирован! Супер крутейший сохран! Так, погнали! Так, приборчик убираем в сторону! Вычищаем яму, достаем золото! Так, ну смотрим! Не томи! Я бы даже сказал клад золота! Сигнальчик усиливается, ребятушки! Чую, сейчас будет золото! Ну, не переключайте! Смотрим дальше! Что же здесь интересно у нас лежит, а? Ну? Губжа! Да, еще не докопали! Глубоко сидит! Да, глубоко сидит! Ребятушки! Это дает некоторые надежды! Так, сейчас проверим! Так, сейчас проверим! Это непонятно! Сейчас будем проверять! Тяжело так сказать с первого раза! Да! Ну что, проверяем! Так! Еще глубже! Ух ты! Показывает монета! Покажи! Два нуля! Видно, да? Да! Похоже, ребята, клад! Монетный клад! Ну что, потихонечку выкапаем, да? Аккуратненько! Чтобы не поварить артефакты! Похоже, кто-то взорил, ребята, здесь клад с монет! Монетный кладик будет! Может и золотишко тоже будет! Сейчас проверим! Нет! Это... Что-то интересное, но это не золото! Убираем в сторону! Так, ребята, работаем дальше! Тут под корнями что-то лежит! Ну что, давай прозвоним! Да! Похоже, что... Похоже, что... Похоже, что я под корнями закопали! Похоже, что золото под корнями лежит! Да! Два нуля, монетный сигнал! В стене или в луне? Что-то большое, да! Похоже, здесь корни идут! Смотри! Видишь? Под корнями идет! Да, вот! Сейчас немножко расширимся! Ага! То, что что-то, ребята, интересно, однозначно! Не переключайтесь, ребята! Что-то будет реально очень интересно! Не переключаемся, смотрим! Я сейчас немножечко расширился! чтобы было удобнее доставать! Ребята, на нашем канале только реальный коп! Вот здесь видишь, смотри! Покажи! Тут корни идут! Тут все артефакты идут под корнями! Сейчас прозвоним! Посмотрим, наверное! Сейчас! Еще немного! Сейчас! Да! Под этим корнем идет! Да, ребятушки! Это реально вам не хухры-мухры! Серьезная заявочка! И как раз под этими корнями! Ребята, снимаем для вас все онлайн! Надо яму расширять, получается, и уходить под корни! Вот с этой стороны! Расширяться надо! Тут просто покажи корни! Тут корнями все! Просто некоторые говорят, что мы эти корни сами приносим с собой! Да! 30 лет назад засадили! Да! 50 лет! Сигнал идет под корнями! Надо расширяться! Ну что, будем, получается, вот отсюда делать вход! Вот так вот! Ты можешь встать туда наверх, чтобы меня лучше было видно! Походить под корни! Остановись! Так! Я стал сверху! Потому что мы решили зайти под корни! Да! Артефакты, скорее всего, лежат под корнями! Стекло! Такое тоненькое! Сейчас проверим приборчиком, что он там нам покажет! Проверяем, ребята! Проверяем! Проверяем! Я уже чувствую сенсацию! Да, ребята! Идет сигнал, четкий идет сигнал под корнями! Это сенсация! Вот так вот! Выезжаешь в теплый весенний денечек! Денечек, да! Идешь по лесу! А под корнями-то что-то лежит! И что-то находишь под корнями очень интересное! Мы сейчас будем, знаешь, как делать? Как? Мы сейчас будем, сделаем подкоп под корни! И засунем туда прибор! Посмотрим, что он покажет! Опа! Слышал только что-то? Да, да! Слышал, слышал! А, вот вижу! Лежит артефакт! Вот он! Так, звук пошел уже! А вон его видно! Сейчас я возьму щеточку! Вот огромный, видишь, артефакт лежит! Да! Вот, смотрите! Прямо в него рубанул! Может, коробочка с золотишком? Возьми! Сейчас проверим! Похоже на коробку! Да, сейчас посмотрим! Что-то большое! Давай подходи, чтобы было видно! Иду! Вот как я и говорил, видишь, оно под корень ушло! Сейчас проверим, что это аж самому интересно! Может быть, коробка с золотишком? Так рубанул, знаешь, по ней жестко! Ну, я думаю, там все нормально! Золото не повредилось! А, вот покажи! Прямо под корни ходит! Видно? Да! Прямо под корни! Вот корни идут! А, я так сразу сказал, что сигнал идет! Под корнями идет хороший сигнал! Будем аккуратно расчищать! Вот этот! Некоторые говорят, что вот эти ребятушки корни мы привозим с собой! Мы их закапываем специально, чтобы потом им показывать, какие мы крутые исследователи! Ну, так я просто показываю, чтобы было понятно, что... Корень серьезный! Корень серьезный! Может быть, обкопать еще надо или как-то? Сейчас я аккуратненько смотри, как хочу! Сейчас вот так песочек! Подставать песок! Подставать песок! Самое главное, не пропускать! Блин, ребята, реально какой-то... Слушай, это не самый красный бит! Да, что крутое! Вот это да! Да, ребятушки! Когда такие тут крутые артефакты... Это, конечно, очень интересно! Сейчас вот так сюда еще... Почищу, чтобы было видно! Мне кажется, надо еще правее брать! Сейчас я вот так хочу показать тут! И посмотри, какой он огромный! Это лопата! Какая лопата? Лопата! Вот, смотри! Видишь? Может быть, зарыли какие-то? Что зарыли, и сверху лопатой ребятушки приложили! Ну, видно, что я уже вижу культуру лопаты! Пометили! Вот смотри, видишь? Вот эта ручка от лопаты идет! Да! Я уже по сторонам смотрю! Чтобы никто не пожарился! Не, ну это интересно! Особенно те, кто там под лопатой лежит! Лопата, ребятушки! Ребята, как вы понимаете, лопата в лесу просто не может оказаться! И знаешь, что самое интересное? У нее ручка деревянная идет! Так она в длину еще уходит? Она с ручкой! Сто процентов закопали и положили! Да, ручка гнилая, но есть ручка! Покажи вот сюда! Вот, сейчас сюда будем раскапывать! Видно? Да, в эту сторону! Сейчас я возьму, встану и встану на ту сторону! Я сейчас пока выключу прибор! Обойди, пожалуйста, меня! Да, я обхожу! Прибор, ребята, пока мы выключаем, он сейчас передохнет немножечко! Мы видим, где мы копаем, где мы работаем! Рукоятка уходит, интересно! Просто кто-то ее закапывал, что там еще спрятано! Потому что, вы понимаете, лопату закапывать на такую глубину нет смысла! Получается, вначале выкопали яму, туда что-то спрятали, а сверху закапали лопату! И уже руками закапывали яму! Вот это, ребятушки, настоящие сенсации! В общем, получается, сейчас мы достаем эту лопату! И прозваниваем хорошенечко еще! Да, мы сейчас, получается, пройдем, посмотрим, куда ведет эта лопата вообще! Может, там еще что-то есть! Ты можешь сюда поближе подойти, чтобы было видно в прямом эфире, как мы выкапываем этот неимоверно крутейший артефакт! Так, сейчас тут где-то должна уже идти ручка! Что это? Да непонятно что-то! Так! Ага, смотри! Вот так вот мы раскапываем! Вот! Вот, ребятушки, смотрите! Сейчас вот так уберу, покажу! Вот, получается, идет рукоятка от лопаты! Вот сама лопата идет, получается, вот ее видно! А вот идет ручка от нее! А, смотри, глянь, заклепка даже есть на лопате! На этом, вот смотри, видишь, глянь? Вот, на! Видно? Да, видно, отлично! Вторая часть идет, получается! Сейчас давай я вычищу, чтобы было понятно! Так, нужно все раскапывать, получается! Да, будем все раскапывать и показывать вам! Потому что я думаю, что там то, что лежит под лопатой, это будет до такой степени круто, сенсационно, что... Да, вот знаешь, смотри, крутизна в том, что получается тут сейчас будет рукоятка! Вот сама лопата идет! Сейчас я покажу вот так! Вот сама лопата лежит! Сейчас! Вот она лопата! А вот ручка, смотри, я сейчас приподнял немножечко! Вот это деревянная часть, а это железная часть! Сейчас я ее тоже подкопаю немножечко! Это какая-то как саперка! Может быть даже немецкая! Вот, а ребятушки, будет... Точнее, это не саперка, это какая-то лопата! Интересно то, что вторая часть, там где идет деревянная ручка, из-за ней сгнившая, она закована такими закрепочками крутыми! Ну, ты показал, да? Да, я показал! Я думаю, что самое интересное будет под лопатой, под этим корнем, под лопатой! Вот! Потом мы сейчас, смотри, что еще сделаем! Мы сейчас вот сюда вот так... Дай какой песочек белый! Вот эта рукояточка идет! Так, ну! Я сейчас вот так сделаю подкопчик, чтобы вам было поинтересней видно! Ага! Смотри, тут какая концовка! Покажешь? Класс, да! Вот! Видно, да? Да, отлично! Вот она, да? Сейчас давай я ее, наверное, потихонечку эту лопату достану! Давай доставать просто, да! И не прозванивать, что там еще у нас под ней! Вот это да, ребятушки! Вот это находочка! Глянь, рукоятка сохранилась! Класс! Глянь! Круто! Круто вообще, да, эти ребятушки! Закрепки все видно, да? Да! Фу, ребятушки! А я вначале, знаешь, думал потащить! Ага! А потом думал, не надо тащить! Слушай, вот тут она такая истончилась! Это из-за чего? Это просто она перегнила, да? Здесь где была? Ну здесь, здесь была... Сейчас я возьму! Покажу сейчас! Сейчас покажу! Я представляю, что там под ней лежит! Это, ребятушки, знаете? Да! Обещаемся, ребятушки! Смотри! Смотри! Ух! Кто может знать период какой, расскажите, сбросьте! Тут была, понял, такая похожая, т-образная ручка вот такая! Ага! Сохран, конечно! Самая крутизна в том, что, ребятушки, вы можете увидеть длину этой лопатки! Это реально артефакт, конечно! Так! Отличненько! А теперь, ребятушки, самое главное, это, конечно же, что же лежит там, под этой лопатой! Я даже не знаю, это может быть сделаем вторую серию, это хотя бы просто наберет миллион и мы покажем, что там лежит под лопатой спрятано! Сколько времени сейчас у нас там? 21 минута! Маловато! Маловато! Ребятушки, давай до полчаса дотянем! Я расскажу сейчас немножко свои мысли! Покажем сейчас здесь заклепки классные, тоже подойди, пожалуйста! Наверное, это первая мировая! Смотри! Вот какая была толщина железа! Вот толщина дерева! Видишь, как оно здесь прохудилось! Вот оно было, какое толстое! Здесь видно! Здесь однозначно будут клеймы стоять! Мы ее почистим! Смотрите, ребятушки! Видите этот нарос? Да! Хоть и заболел, но такой артефакт! Покажи! Вот сбил! Сейчас этот артефакт, ребятушки, начинает высыхать на солнце! Я не знаю, сколько он здесь пролежал! Сто лет! Может быть даже, кстати, и больше ста лет! Но то, что здесь солдатам или разбойникам было что-то спрятано! И он даже побоялся за собой забирать эту крутейшую лопаточку! Он ее зарыл сверху, понимая, что она ему больше не понадобится! Что здесь лопатой он больше в жизни работать не будет! Это как, знаете, про танк Т-54, который нашли на днях в баке 25 кг золота! Я думаю, что этот человек, который закапывал артефакты под этим бревном, спрятал там неимоверные сокровища из золота! Сейчас мы будем создавать супер-шедевр, вторую серию обещанных нам экстрасенсов сокровищ! Ну что, ребята, мы просто в восторге! Рассматривали и сидели этот артефакт, пили шампанское, курили кубинские сигары! Это неимоверный успех! Просто это наша кормилица, которая обеспечит нам будущее! Поэтому давайте, что мы решили? Мы решили вот так, смотрите, ставим лопатку сюда, чтобы вы видели! И посмотрим, ну что же здесь наконец-то нам покажет судьба! Потому что долгие размышления, это классно, супер хорошо, но вы-то хотите увидеть сундук, забитый сокровищами! Так, в отвале ничего нет! Это лопата! Вот тут что-то замыкает! Замыкает, да? Что-то там есть! Наверное все-таки... Ну что, ребята, что-то здесь есть, что-то звенит! Замыкает, мокрый песок, а потом ржавчина от лопаты! Что-то здесь есть! Вот под этим корнем показало, что что-то есть! Под затекают глаза, аж не верится, что такой крутейший артефакт мы здесь обнаружили! Под этим корнем, как всегда, как это не парадоксально звучит! Да, кстати, под корнями часто что-то было! Да, это, знаете, нам дверью, я уже повторяю 105 раз, говорят, вы эти корни сюда приносите! Ничего мы его не приносим никуда! Сами высаживаем! Вот здесь под корнем что-то лежит! Уже подустали часа! Ну да, тяжеловато, и копали, и лазили! И комарики уже! Смотри, вот что-то есть! Вот что-то лежит, вижу! Вот, смотрите! Что это? Еще не знаю, в сторонку откладывай! Тут что-то есть банка какая-то ржавая! То есть... Возможно было! Такой, как, знаешь, от нее такие остаточки маленькие, от ржавой баночки! Так, ну что, ребята, мы, конечно, к настрое серьезно думали, что что-то под лопатой! Да, правильно мы все думали! Правильно, да? Пока... Пока, к сожалению... Банка, похоже, идет! Пока, по-моему кроме ржавой баночки, которая там сейчас должна быть. Ну в банке что-то лежит! Да, кстати в банке может что-то лежать! Я уверен, что в банке что-то лежит! Тут под корнями она уходит, ребятушки! Ну интересно, сейчас-ля, интересно раскопаться, посмотреть! Да, очень интересно раскопаться, очень интересно показать вам, что же там спрятано! Что же тут интересно спрятало? Вот банка, да! Нам самим интересно! Тут лежала банка, ребятушки. Так. Интересно, что же тут лежит. Пора уже что-то и найти, мне кажется. Видишь, под корнями здесь что-то спрятали. Показываю вам все онлайн. О, есть. Золото, золото. Есть, есть, ребятушки. Есть, есть, золотишко пошло. Пошло, ребятушки, золотишечко. Сейчас, подожди, сейчас, 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 может, чтобы что-то висит на небе? Закопали. Золото, 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 золото. Викринк, есть, есть, есть. Фух. 108 дней. 13 часов, сейчас скажу, сколько минут, сколько секунд. 13 минут, и, сейчас скажу, и, и, ну, и 6 секунд. Столько, ребятушки, мы находили золота. Вот оно. Фух. Сокровь супер класс. Фух. Так, что тут все, сейчас, я знаю, по сторонам. Ребятушки, вы же знаете, после такого, нужно смотреть по сторонам. Ну что, как, так, так нормально, похоже? Да, класс вообще. Похоже на настоящие артефакты. Верняк вообще. Или скажут, что лопату мы тоже с тобой пошли купили в магазин. Можно поближе вот это, это что, какой-то браслет получается? Не знаю, золото. Я вижу, что это золото. Оно, хоть и пролежало столетие. Класс, класс вообще. Некоторые неудачники пишут, золото так не сохраняется, оно все в окисях. Ребята, кто не копает золото, не чешите чушь. Вот настоящие артефакты. Вот оно, настоящее золото. Вот оно! Золото! 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 Это Виклинг, это сенсация, это провокация, это неимоверные сокровища. Это разбойники, которые прятали это в глухой чащобе. Это крутейшие поисковики. Юрич и Петрович. Прут вперед, Виклинг. Не переключаемся, смотрим наше крутое видео. Ставим лайки, переводим деньги и, конечно же, голосуем за эти суперкрутейшие артефакты. Так, предлагаю посмотреть, что может еще что-то есть? Да, давайте, ребятушки, золотишко уберем сейчас. Или нет? Давайте золотишко мы не будем убирать. Мы будем вам его показывать, чтобы вы наслаждались этим суперкрутейшим артефактом. Это того стоит. Ну, я прозвонил бы, честно сказать, еще эту яму. Сейчас, золотишко убираем в сторону. Давай прибор возьмем. Да, сейчас, ребятушки, прозвоним. Так. Под корнями. Со всех сторон там надо посмотреть. Что-то есть. Оно не изменит почему-то. Ну, что-то... А замыкает, как он там пикает? Ну, там слышно, что тут что-то еще есть. А вот, смотри. Глянь. Я же, что... А это что? Это, ребятушки, пуля. Такие находки. Лопата, золото и пуля. Прям какой-то боевик. А ты знаешь, что... Эта пуля прошла через ствол. Это Первая мировая, видно. Погнутая. Ты знаешь, я уже, знаешь, начинал о чем подумывать? Что, возможно, здесь разыгрались события, которые решили кого-то жизни, кого-то озолотили. А кто-то подался в бега. Я представляю это себе так. Наш герой, который незаконно разбогател этим золотом, бриллиантами, другими суперартефактами, ночью, спрыгнув с узкоколейного маленького паровозика, начал быстро закапывать свои сокровища. Но тут неожиданно послышался стук лошадиных копыт. Лошадей было много. Одна, вторая, третья. Он достал свой маузер и начал отстреливаться. Шашкой ему срезали голову. Но одно он успел. Зарыть свои немерные сокровища. Пулили, пролетали возле него. Попадали в деревья и в песок. Но наши артефакты сохранились. Да, ребятушки, в это сложно поверить. Это одна из немоверных гипотез наших мнений. А если это правда? Если другие артефакты, которые хранятся под этим, покажу, немоверным корнем, дадут ответы на сложные исторические вопросы. Возможно, мы разгадаем и раскроем секреты. Потому что в Виклинах это не только сокровища золота и провокации, сенсации. Это еще и крутые расследования археолога исторические. Поэтому ставим лайки, подписываемся, смотрим и советуем всем. Потому что Виклинг это, ребятушки, золото! Золото! Золото!